я хотел бы сказать вам конечно же о том же заболевание которым с учетом нашей специфики русскоязычные имеют определенные нюансы которые не имеет другой мир могу сказать что сожалению мы здесь сталкиваемся с гораздо большими проблемами до связанности раз болезни дисков чем наши американские коллеги то есть сожалению то что касается определение самого заболевания то что касается терминология у нас носит совершенно другой характер то же самое название по-английски по-русски имеет совершенно разное понимание вот поэтому я хотел вам рассказать о том какие болезни дисков на самом деле бывают какую терминологию на сегодняшний день используем какую не используем и почему очень часто у нас проблема когда рентгенолог ставит диагноз по рентгеновскому снимку мы с этим боремся мы были с андреем мололом на инференции неврологической медицинской и могу сказать что у них даже проблема мы сидели врачи-хирургии и неврологи рассказывали о своих болезнях собственно говоря дыржевого диска у людей и один датчик вышел и говорит буквально математом говорит эти радиологи эти рентгенологи они нас уже буквально уже настолько надоели у нас та же самая ситуация мы такие улыбнулись ха ха думаем у нас даже проблема то есть могу сказать что большая проблема как и ветеринарии так и в медицине то что у наших радиологов очень хорошая фантазия и хорошо если бы они свою фантазию придержали у себя к сожалению эту фантазию выливают в назначение в заключение а дальше заключения врачи начинают лечить поэтому первое если вы сделали рентгеновский снимок не пытайтесь поставить те диагнозы которые бывают но проблема в том что они еще начинают придумывать те диагнозов которые не бывают то есть глупость двойная первое некоторые видят те болезни которые бывают но нельзя увидеть в принципе на рентгене а наши ардиологи дошли гораздо дальше они видят те диагнозы которых вообще не бывает то есть нет у собак нету кошек в принципе ну вот вам заключение пожалуйста это аналогическая картина остеохондроза межпозвонковых дисков да вот с признаками дорсальное смещение откуда взялось это слово остеохондроз непонятно вот а каждый термин означает свое то есть если есть болезнь она должна подразумевать под собой определенный механизм определенный патогенез тогда это будет определенное название вот то что касается остеохондроза естественно вы понимаете это такого диагноза ветеринарии нет вообще и не надо писать в заключении медицине тоже этот термин применяется и в медицине тоже для того чтобы создать видимость того что врач какие поймешь больной друг друга понимает то есть больной приходит к врачу да и врач ему говорит что там у меня а врач ему говорит это вас остеохондроз и идут больной думает делать вид что он понял что тот ему сказал знаете обращал вид что он сказал какой-то правильное слово сочетание целая группа большая болезни и в медицине тоже обидеть на ветеринарии этот термин вообще не применяется поэтому не надо применять термины которых нет в принципе то есть если уж придумываете диагноз придумывайте хотя бы из тех которые существуют а важным значением является то что есть болезнь есть патогенез и есть определенное название под названием кроется суть болезни поэтому как вы ее называете так вы ее лечить будете вот а ну по поводу грыжи шмурля тоже иногда подскакивать такие странные заключения медицине есть классификация могу вам сказать что там 14 лет назад медики собрались и назвали болезнь диска какими-то названиями ассоциация какая-то собралась каким-то образом назвала это у людей на сегодняшний день ветеринарии этого нет поэтому классификации реальные которая была бы принята вот таким вот образом на определенном заседании там ассоциация радиологов к примеру да или они непрологов на сегодняшний момент нет поэтому сейчас понятно что так классификация которая была она безбожно уже устарела и она по большому счету смысла не имеет потому что по хансам да а там уже приписали ансен 3 хансам бедный уже наверно в студии сейчас потому что он какой 3 какой 4 там не пойми чего поэтому на сегодняшний момент нет но есть болезни тем не менее есть определенные болезни с определенным патогенезом и с определенным прогнозом и с определенными методами лечения поэтому есть смысл останавливаться от болеваний заболеваниях у которых сходен патогенез я сейчас вам о них расскажу а когда-то давно в 2007 году где-то я разработал диссердации по болезням диска у собак да и ко мне пришел невролог один один из таких очень известных один из самых известных санкт-петербурге мейников он хочет испытывать прекрасные препараты на вашей на ваших собаках потому что вот у нас есть такая проблема у людей не сберлижет это 10 надо придумать какой-то препарат который это вещество будет разрушать могу ли я на ваших пациентов при каких-то заболеваниях сначала посмотрите что у собак бывает я показал вскрытие гистологию он стал и ушел у людей вообще другое вообще другое ничего похожего нет это вообще другие болезни то есть тогда вот я уже понял что то с чем мы сталкивались у собак это вообще другое заболевание значит потом ну конечно всегда можно проверить и нужно проверить есть такая статья 2007 года это она очень большая ссылка есть на эту статью вы можете сами ее найти но даже просто по картинкам гистологическим вы можете понять что эти дегенеративные изменения диски которые есть у людей вообще не похожи на те дегенеративные изменения диски которые мы встречаем у собак также есть несколько типов дегенеративных изменений у людей они носят свое название да имеют свои какие-то определенные и определенные патогены со своей прогнозы но это вообще другая болезнь вот поэтому а ну ссылка внизу то есть можете найти это большая статья там очень много гистологии много объяснений можете прочитать как для себя вот естественно я был очень заинтересован поэтому статью нашел прочитал послужил людей а после того как узнал от медицинского невероятного рода что это болезнь другая чтобы во что есть у собак межподомтовый диск он имеет общее строение на самом деле у всех животных до общепринципиально и скажем так строение это фиброзное кольцо и пульпозное ядро пульпозное ядро она по своим физическим свойствам жидкости то есть она не является жидкостью по физическим свойствам то есть это жиреподобная такая субстанция которая в которой давление передается одинаково в разных направлениях от любой жидкости да то есть так вот видишь позвонковый диск у здоровой собаки скажем так в принципе у кошки похоже то есть у всех похоже ткань этого ядра заполнена его поле заполненной жидкостью это ее гистология вот вообще болезнь дисков известно давно уже там порядка 100 и больше нет известно то есть любой болезнь дисков у собак а какой-то предрасположенности нету у суп или у кобелей вот значит мы считаем что есть имеется наследственное при болезни дисков имеет значение наследственный фактор вот ну в принципе мы это все хорошо понимаем потому что определенные породы имеет абсолютно абсолютное большинство то есть соответственно и дегенеративные изменения в диске которые бывают они свойственны определенным породам есть на снимке мой репорт за день 6 такас один французский бульдог на плане прооперировал то есть 7 животных имеющий болезнь диска первого типа которые имели данное заболевание то есть и соотношение такое 6 6 таксом один французский бульдог но там может быть 6 таксом один пикинез либо один или потом пол пол спальнира грубо говоря да вот то есть приблизительно такое дальше пудели ну и другие породы всего зарегистрировано восьмидесяти пород практически любая собака может иметь болезнь дисков первого типа вот что же происходит происходит то что пульпозное ядро она себя не восстанавливает у кого-то какой-то причине вот и превращается вот какую ткань в йари на вытачка судьба то есть и крещевая метаплазией гидрадиста является причиной до заболевания то есть смысл болезни в том когда мне владельцы скажут почему я таксо заболела потому что что это делается причиной болезни моей таксо или пищевая метаплазия гидрадистка является причиной болезни ваши таксы что тут непонятного вот и все больше нет причин других причин нет то есть причина метаплазия ядра диска является причиной болезни диска у данного пациента вот и все то есть это просто на самом деле то есть нормальное ядро желе с свойствами жидкости у такс и других собак плотная твердая ткань изменение физической свойств по сути дела а самого ядра является причиной болезни меняются все ядра не только те которые вы что которых выпало в позвоночный канал но и те которые как бы еще пока не выпали то есть вот это хрящевая метаплазия она является собственно говоря единственным признаком изменения в ядре диска который вызывает изменение физических свойств а ядра с свойств жидкости на свойства твердого тела вот и все в этом причина вот как можно классифицировать болезни дисков по идеологическому фактору по механизму образования по данным воды как мы видим его до по скорости нарастания симптомов и вещества в канале это старая классификация до которой она была до сейчас мы отходим вот по данным мрт бывает дисковая дегенерация выпирание установочного диска такое диск прогрузия диск экструзия это по данным мрт ну по мрт будут соответственно вот таким вот образом выглядеть эти изменения могу сказать что те диагнозы которые мы стали ставить очень сильно изменились после того как мы стали делать вообще все мировой ветеринарии перешла на мрт потому что это единственный способ визуализировать диск мы диск можем визуализировать только одним способом только сделав мрт других вариантов визуализации диска и вообще мягких тканей не существует поэтому как только все перешли визуализации нет самого диска одессы мы видим только на мрт появилась собственно говоря количество году это классификация вот а значит то что касается классификация которую мы используем на сегодняшний день первый тип болезнь называется болезнь дисков первого типа вот свойственно для собак он рископольник в первую очередь вот характеризуется разрывом фигурного кольца и повреждением соответственно невральных структур вот всегда плечевая метаплазия гидра то есть причина в этом все остальное большое значение не имеет выглядит это вот так то есть вы достаете с адреса собаки это вещество которое распределилась вдоль канала позвоночного и соединилась к твердой волочке снова можно припаялась часть находится в самом канале часть находится внутри припаялась спинному мозгу помню как будет диск нормальной собаки а вот так будет гистология нормального диска преувеличение вот так выглядит измененные они друг диска у собаки вот рископольные породы либо не ходили страх войны порой поэтому но отличие они заметны даже не вооруженным глазом в общем-то не попадаем не даваясь подробности для соответственно вы можете совершенно четко не знаю даже гистология разницу картинок в общем-то опознать однозначно быстро и и на сто процентов вот и все поэтому именно хрещевая метаплазия ядра диска является причиной болезни дальше как может вещество распределиться может быть диск протрузия то есть может вещество выпасть в канал может не выпасть так будет диск протрузия также пищевая метаплазия произошло изменение гидра диска и а пульта самого фиброзного конца мы выпадем вот дальше диск экструзия тоже имеется хрещевая метаплазия а то есть медиа и про друзья экструзия везде пищевая метаплазия дальше смотрите а происходит разрыв фигурного кольца диаметом сил полтора метра там дырочка маленькая и вещество распределяется вдоль позвоночного канала вот такая дырочка полтора миллиметра то есть эта дырочка вот так выглядит на вскрытие вот а сама и как вы видите сам саму фиброзное кольцо она сильно не меняется то есть дырочка достаточно маленькая это спица полтора миллиметра через нее проходит а это само вот такое такой диск часть вещества остается после того как часть вещества выпала это очень важный момент после того как часть вещества выпала в позвоночный канал остальная часть его осталось поэтому право и оперативное лечение данного заболевания мы должны до удалять то вещество которое осталось потому что она может выйти как и произошло и собаки а дальше с чем связано то что данное заболевание нужно лечить ну при первых и второй степени урологических расстройств содержание в клетке так выглядит собственно говоря диск у которого вещество до конца не вышло мы видим что дорсальная связка не разорвана а вот его вскрытие соответственно мы видим часть вещества вышла адресальная связка еще продольная связка не разорвалась а это старая инцидент старое заболевание со временем зарастает фиброзное кольцо и вещество выпадать не может дальше вот чтобы вот это вещество не до выпало вот таким вот образом надо посадить в клетку соответственно лекарственным препарата которого с этим владельцы реально понимают показывают данные фотографии беру ваши собаки сейчас вот такая штука если вы не хотите чтобы она превратилась вот в такую штуку посадите собаку в клетку вот и все это реально очень просто то есть вещество начало выпадать не до выпало посадить клетку она зарастет вот таким вот образом как здесь показано собственно и все и все лечение то есть никакой идеи применение лекарственных препаратов будь в принципе в данной ситуации не может потому что ты сделал скрытие знаешь как выглядит болезнь на вскрытие как только ты начал понимать как выглядит болезнь на стыке всякие глупые идеи по использованию пиявок там прозеринов и еще всякой фигни там баловны до травматина слабо сериал у тебя уходит сам сами как только начал понимать болезнь ты начал понимать как не лечить поэтому очень важно под 1с а только ты увидел в голом виде болезнь да а в голом виде ты видишь на вскрытие а идеи использования не лекарственных препаратов у тебя уходит самостоятельно сразу же ты начинаешь понимать что нельзя добиться того чтобы это вещество залезла обратно это понятно ты начинаешь понимать что делание массажа ухудшает ситуацию потому что вещество которое недовыпало в результате массажа выпадет и ты понимаешь что в общем-то ходить этому пациенту не надо потому что если она законсервируется в таком состоянии то болезнь пройдет самостоятельно собака умерла настоящий минимум аляции на третий раз вот и все поэтому чтобы такого не происходило попытайтесь обездвижить вот что происходит со спинным мозгом развивается его тем и собственно говоря некроз вместе компрессии какие изменения патологические в спинном мозге это по сути дела некроз связаны с травмой первую очередь травмой и с дальнейшим сжателем сосудов которые нарушает результате нарушается отток и собственно говоря мы получаем вот такой результат понимание того что там от травмы происходит нарушение это что отток крови нарушается начать понимать что собственно лечение какой надо брать компрессию понимая какой патогенез и какие изменения происходят внутри самого спинного мозга ну и вот вещество которое выпадает она тоже самое которое находится внутри диска то всегда в общем то понятно и так очень важным моментом что является при данном заболевании при болезни дисков первого типа это то что может вещество распределяться по-разному она может распределяться только на дисковым пространством вдоль тела смежных позвонков и а вдоль нескольких позвонков то есть мы при заболевании первого типа видим это кстати тоже очень важное отличие от болезни дисков у людей у них вещество находится над диском то есть это то что видно просто глазом невооруженным без всякой гистологии без ничего то есть мы видим что при болезни дисков первого типа вещество может распределяться по разному вдоль двух-трех тел позвонков вот ну и дальше должны это наблюдать то есть это вот мелография мы видим что есть блок и пара и есть какое-то вещество до внутри канала который вызывает компрессию спинного мозга это вещество которое распределилась над диском непосредственно где вышла там и осталось и то есть это один из вариантов здесь мы не знаем ничего о том что это за вещество и мы точно не знаем откуда она вышла от сюда на хорошо или вот отсюда мы просто видим что это вещество какое которое вызывает компрессию более того мы даже не знаем что это вещество мы знаем что некое тело вызывает компрессию спинного мозга области там середины поясничного позвонка 2 2 3 мы у меня график видим блок ликора мы видим что здесь есть что-то что на него давит точно мы не знаем что это это может быть болезнь диска 1 типа это точно не может быть болезнь 2 типа потому что потом расскажу почему вот а потому что сама фиброзное кольцо не может перед или переползать туда дальше то есть это может быть болезнь диска 1 и поэтому какая-либо ли еще что-либо да вот оно образование которое вызывает сходную картину вот но тем не менее мы можем думать о том что это парень дисков первого типа но знать как какое видео стало причиной образования данного данной патологии мы не можем это можно сделать по мрт вот это собаки да вот собственно я мы видим вот где вещество находится в середине приблизительно тела принято расположенного позвонка собственно говоря относительно диска то есть мы видим вот это диск измененный эти все нормальные соответственно вот этот диск стал причиной образование данного заболевания у данной собаке здесь вещества из этого диска сместилась вперед и вызвала компрессу спинного мозга эта серенькая маленькая это спиным мозг остатки и вот это большое здорово черненькая это erase сейчас которое вызвало компрессию вот таким образом мы можем естественно бить только на мрт то есть если мы не сделали мы сделали хотя мы видим то место где есть вещество если она не кальцифицировать и очень многие вместо того чтобы сделать мрт чтобы и здесь до делать как ты думаешь что они видят все нет они видят только то что кальцифицирован на обычном кт снимки нельзя увидеть вообще не кальцифицированная ядро диска поэтому использование когда в качестве диагностики эффективно только ситуация ядро кальцифицирована другие варианты вы не видите и вы не знаете из какого ядра вышел вышло вещество пока ты вы знаете что да это вещество вы знаете что она вышла а вот откуда она вышла вы не знаете потому что она распределяется вдоль двух или трех тел позвонков или здесь как у данного пациента вы видите что она все распределилась все вперед вот и все это потому что мрт может по скорости на расстоянии симптомов сутки двое и так далее больше может быть чаще грудопоясничный отдел мы все знаем да и шея реже ну есть варианты когда на данное заболевание вызывает никогос этого по миографии мы видим есть только говорил о том что вот есть настоящие миломоляция в этом клинический симптом раз в исходящие миломоляции у собаки роды такса то есть данное тоже вещество вызывает миломоляцию такой бывает вариант данного заболевания не могу не показать вам вариант как раз болезни диска второго типа первого типа у такс это кт вещество и дариска у данного пациента не реализована поэтому мы его таким образом можем наблюдать обратите внимание вот она начинается виде вот эта середина тела позвонка дальше года вот она вот она началась дальше мы идем вперед 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 дошли до диска который возможно стал причиной данного цента и дальше мы смотрим вот она распределился таким вот образом почти до конца следующего позвонка то есть она распределилась вдоль двух тел позвонков вот так происходит данное заболевание удачи что нормально дальше голова вот таким вот образом мы можем визуализировать вот это вещество естественно но не годами не происходит так у людей никогда не происходит более того она никогда не происходит одинаково у разных собак вы понимаете что вылив воду на роббине с одной же высоты из одного и того же стакана одинаковый объем вы никогда не добьетесь одинаковые капли не выливайте лужа которая будет с одинакового высоты с одинакового расстояния из одинакового объема всегда будет разное то же самое с данным заболеванием всегда разная картина и перед операцией мы всегда должны четко понять где находится вещество ведь здесь началом с левой стороны находилась да потом часть над диском потом она перешла приблизительно на середину вот таким вот образом мы видим вещество если минерализованное вещество мы его видим на к то если мы она не менее реализованная мы его не видим поможет вам к теме лограде она дает хороший результат поэтому делать просто к ты без мелография но поменьше губерегу под имея к ты не делать мелография но большая волос вот ну то есть это всегда пытаться найти поле дисков имея которые не делать мирового графе ну не кажется это просто смысл цепора вот почему потому что часть вещества ними не реализована и вы можете не умеет в этом смысл вот причем изменения происходит в спину мозги даже всех местах где то что касается восходящей меломоляции даже там где нет изменений визуальных гистологический мозг изменен это болезнь диска второго типа что заболеет такая бывает чаще крупных пород хотя бывает у мелких тоже обычно это крупные собаки после 6-8 лет вот чаще происходит у собак нефунда и стропольных пород но как вы все понимаете любая болезнь может быть у любого собаки что там происходит там происходит фиброзная дегенерация ядра вообще самого фульпозного ядра и фиброзного кольца то есть там все по-другому вообще ничем не похожая болезнь вот так выглядит болезнь диска второго типа на вскрытие то есть мы видим нормальный диск нормальная пульпозный ядро так чтобы запомнили его раз и навсегда а показывал несколько раз а а вот так выглядит вскрытие собаки с болезнь диска второго типа мы не видим ни фиброзного пальца не пульпозного ядра не видим вообще никаких структур хоть так отдаленно напоминающих нормальный диск и мы не видим даже того места где ядро должно быть вот я помню как были болезнь диска первого типа вот так да а нет измени в фиброзном кольце при болезни диска второго типа есть изменение фиброзным процент и пульпозном виде естественно она никогда не переползает вы понимаете что диск переползти вдоль тел позвонков не может просто из анатомических соображений вот поэтому это всегда над диском а вот таким образом это всегда одинаково всегда на дисков никогда не переползает но диск не переползает через тело дальше в этом месте происходит сужение манала да соответственно вот таким образом валенницу даже mozg в этом месте босс мозг в этом мере вместе он происходит его атрофия длительное сечение очень долгого времени это всегда хронический процесс вот такой маленькой дырочки мозг как вы понимаете существовать хорошо не может потому что ему там естественно это другой вариант совершенно изменения для диска из логически совершенно другая ткань и гистология спинного мозга в этом месте абсолютно другая атрофия понятно на рентгене мы увидеть не можем хотя в алгоритме диагностики болезни дисков общественного мозга у собак 1 дариньевский снимок да но данное заболевание естественно мы увидеть не можем и делаем снимок для того чтобы убрать тех пациентов огромная опухоль разрушившаяся тела позвонка то есть а здесь есть болезни дисков мы видим на вот таким вот образом для контрастных препарах видим то же самое на мрт очень хорошо дальше тип hansen 3 и просто тип 3 или название нет значит здесь есть раз разночтение вот этого третьего типа некоторые третьему типу относят болезнь дисков когда то что называется большая скорость давал объем большая скорость то есть маленький объем пульпо разного ядра выходит внутри спинного золого позвоночного канала повреждает спиной мозг да и называет участок некроза это первая интерпретация данного названия и старая встречается литературе я ее больше придерживаюсь именно другого названия когда неизмененное ядро выходит внутрь позвоночного канала и повреждает спиной мозг этот диагноз мы можем поставить только полом арте то есть мы видим вот такое гидрофильное ядро нормально без ничего литоплазей то есть у собаки нет еще литоплазей нет дегенерации диска но есть разрыв диска с выходом нормального вещества гидра диска в позвоночный канал с травмой спинного мозга вот и все это жидкое ядро в результате травмы либо еще чего-либо точно неизвестно привод фиброзное кольцо и выходит внутрь канала ну естественно мы это я не сможем поставить только путем мрт не делала мрт не получил этот диагноз это не измененное пульпозное ядро разрывает неизмененное фиброзное кольцо и вызывает компрессию вызвано больше ударом спинного мозга вот спани это такая была ситуация мы прооперировали выбрать убрали с канала сосали по сути дела это уже для про поздно недавно мы все существовали чаще всего операции не требуется потому что она жидкая и растекается вдоль вот но они собаки вот так произошло вот то есть вот такое вот такая болезнь бывает вот то что патогенезия я уже говорил остановлюсь еще то что подъезд отличается потом вместе это при болезни дисков первого типа это травма при болезни второго типа это медленное генеративное изменение в данном данном участке вот фатогенез как уже говорили повторяться свободные радикалы до побеждают спинный мозг и собственно говоря вызывают повреждение мозг на сути вы не идут так то вместе где была была компрессия вот таким вот образом происходит собственно говоря даже если не было не было наследящие него монации не разрушился весь мозг тем не менее на вскрытие он имеет вот такую картину этот мозг вот дальше другие болезни которые тоже бывают на них должен рассказать это спондилез как вы знаете это не болезнь почему-то терринальные врачи начиная делать бенгеновские снимки я помню себя когда мы начали делать мы с тобой радостью ой я нашел ура собака я нашел спондилез это собачка значит я поставил диагноз наивно полагаешь поделился имеет какое-то отношение к вообще к чему-то вот ни к чему не имеет отношения более того там где есть срастание позвонков там как правило нет компрессия компрессия как раз будет в том месте где срастание не произошло то есть если есть симптомы неврологические да если станем в шее мы видим делась визирующий спондилез там собственно говоря все сошлось а там все хорошо а плохо там как раз не не срослось это нам даст понимание мелография дальше а дифференцировать мы должны со спондилитом и так мы видим отсутствие вот это нормальный позвонок здесь мы вообще не видим какая-то каша малыша нет ни одного не тело позвонка ничего вообще не есть компрессия естественно а у себя милиции споделить хорошо видно мрт здесь нет никаких структур отдаленных подручек что это дело позвонков вот таким образом тело нет естественно и вот на рентгене мы видим вот такую картину отсутствуют концевые пластины на рентгене мы можем увидеть спонделить воспаление остеомили тела позвонков вот таким вот образом то есть нет концевых пластин нет ничего половина тела позвонка отсутствует после того высыпаку вылечили происходит антилоз позвонков через полгода они срастаются такой отдельный конгломерат вот очень хорошо диск поделит видно на данной ситуации мы видим активный процесс то здесь воспаление есть сейчас дальше мы начали антибиотики и с интервалом это два месяца сделали следующий мрт мы видим что процесс прошел воспалительный определенных программах мы получаем сигнал да мы здесь видим на мрт воспаление внутри позвонков а на кт и на рентгене мы видим позвонки которые что-то разрушила это очень важный момент то есть вычет и должны понимать что я хочу видеть когда я провожу исследования задать здесь не сначала вопроса я хочу видеть тела позвонков которые что-то разрушила сделал кт 2 я хочу видеть воспаление или опухоль которая разрушила тело позвонков сделаем это дальше соединить в обследовании ты поймешь правду то же самое можно увидеть более того если мы сделали а кареневский сменивки и увидели что имеется воспаление до спаде до распаде лезда вы как я уже говорил точно знаете что в этом месте компрессии нет а компрессия есть выше там где все хорошо вот не так это вот на скрытие видно у данного пациента разрушения вызваны воспалением она может вызвать компрессию в дальнейшем дальше а очень важный момент отличает опухоли от воспаления опухоли не ходят через диски рентген ничего без рентгена дифференцировать опухоль от не опухоли вы можете таким образом если через диск прошел это не он не опухоль не она а если как видите здесь диск нормальный а тело позолгам изменено это опухоль ну на рентгене как обычно ничего вот это очень важный момент еще раз повторюсь поделюсь не болезнь потому что никакого отношения к диску не имеет вы видите вот это диск он не изменен такой костный мы видим здесь сюда при этом диск нормальный спинной мозг вот где поэтому не болезнь вообще никакого отношения диагностики неврологических пациентов данное состояние не имеет и лечение не требует это воспаление здесь виден диск нормальный здесь он вообще отсутствует весь он измененный здесь измененный здесь тоже коряло здесь тоже измененный здесь уже исчез поэтому в этом отличие данного заболевания вот то что касается кошек то есть как называть данное заболевание мы точно не знаем потому что вам сказать что 71 года по 2007 год было в литературе всего 7 случаев болезни дисков у кошек значит но у нас было тоже несколько случаев да ну так как это очень мало случаях сейчас и стало гораздо больше намного больше потому что стали обследовать и потому что там образу появились а вот то есть вот это мой один из случаев такой 5 лет ему мы идем при мелографии блок ликвара с одной стороны на мрт вот такая картина вот такой диск так называющий компрессия спинного мозга и вот так выглядит ну вы увидите что вскрытие отличается и от болезни дисков и первого и второго типа то есть какой-то кошачий тип непонятно какой классификации не поддается потому что один год одного года во и партии да то есть именно с таким таким скрытием есть еще у меня код тоже со вскрытием где болезнь похоже на парень дисков первого типа как у собак вот но собственно говоря классифицировать очень сложно потому что одно животное сложно классифицировать поэтому как называть охлаждайки на вот еще не будет тоже компрессия дискогенная какая-то ну тоже на мартенную мы его не вскрывали вот поэтому почему важно знать как называется болезнь потому что будет разное лечение как уже предыдущий докладчик говорил если это болезнь дисков первого типа да есть ищевая метаплазия давайте говорит а мы говорим о болезни при которой есть еще в этом возле ядра диска и назовем ее каким-то типом вот ну давайте первым типом назовем пример потому что сейчас классификации нет старая устарела нового не создали поэтому будем говорить по патогенезу патогенез болезнь при которой произошла пищевая метаплазия первая вторая степень это содержание клетки 3 4 5 степени логических расстройств это хирургическое лечение это если лечит о болезни первого типа когда произошла пищевая метаплазия если это болезнь второго типа когда вызвать фиброзное изменение да и поздно выдрать фиброзного кольца мы не делаем гемилами то ним и на сегодняшний день делаем корпектомию удаляем часть позвонка и удаляем то вещество которое вызывает компрессию при болезни дисков первого типа мы удаляем дело гель-меламинных тамили удаляем вещество и делаем фенестрацию потому что вы понимаете зная о том какая картина вскрытие что часть вещества там осталось и поэтому вы должны обязательно его до удалять то есть поэтому вы удаляете дружко частично да а с одной стороны дальше ударить и фиброзное кольцо делать отверстие дарите остаток пульпозного ядра которая может вызвать данное заболевание и это порядка 18 процентов 18 процентов если это болезнь низко первого типа это две-три недели звучало из предыдущего догладчика до 4 6 недель может быть содержание плетки вот но прогноз таблица просто более разве тогда с зависимости от степени и продолжительности но вы видите что если речь идет о компрессии более спятой степени более суток то тем не менее 20 процентов пациентов могут поправиться поэтому есть смысл их оперировать ну это логично кстати владельцы понимают вообще реально очень быстро и очень просто я говорю возьмите палец намотайте нитку или резинку и смотрите на свой палец я думаю что через два часа вам уже нет смысла снимать эту резинку потому что палец все равно отвалится вот и все поэтому вот все спинной мост находится внутри позвоночного канала которые находятся в кости в этом участке туда не поступает кровь не отходит вот еще поэтому один нитку на 1 или резинку на свой палец и посмотри чтобы вы своим пальцем через сутки через двое через трое или через неделю через месяц после того кто ему пиявки оставил вот реально и ставь на этот палец на свой пиявку перемотанную 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 вот и будет эксперимент то есть проведи эксперимент на своем пальце возьми палец намотай на него резинку и и ставь на палец пиявку и смотри как долго по одной три раза в день по одной три раза в день пять раз в день и я публикую свои исследования что на этой руке мой палец отвалился через день а на этой через сутки вот и все соответственно вероятность того что пиявки будет эффективной 50 процентов а пальцев 20 вот и ставь и вот и пожалуйста целую группу по 20 пальцев на 20 можно поставить его пиявки вот собственно говоря я предлагаю пожалуйста исследование хочет провести зачем свои пальцы дальше если есть идет еще о болезни дисков 2 типа вот такой вариант мы собственно говоря делаем латеральный корпус то нет то есть мы удаляем часть собственно это почти тот же самый бежал слот только не вентральный получается а как и боковой таким образом мы удаляем ту часть вещества которое вызывает компрессию а главное для мозга находиться на своем месте то же самое и при болезни диска второго типа и то же самое при различных других компрессионных болезнях есть компрессия то есть вы совершенно четко должны вернуть мозг на свое законное место верните мозг на свое законное место ведь это вы можете сделать с помощью такой вот такой операции не удаляйте не делает дарсальной ламинотомии не надо удалять сверху удаляйте снизу не надо удалять то что не мешает удалите то что мешает в этом есть логика на самом деле вот наша реальность сожалению русскоязычная скажем так ну в том что к сожалению или не сожалению к счастью наверное в европе в америке в юар там нет такой проблемы языковой там все понятно а у нас слово грыжа приводит к несуществующему лечению у иностранцев как вы слышали эти проблемы в общении то есть нет слова серила потому что они выпускают для россии вот нет отрагликана потому что они не занимаются подделкой лекарств и препаратов настолько сильно и так далее они знают что 5 процентная глюкоза вся уходит в ткани да и вызывает еще больше отек нервной ткани это не используют наши витеринариксы же это постоянно происходит поэтому если вы называете болезнистом 1 2 типа вы делаете то что я сказал перед этим либо ламитами если речь идет о грыжи то совершенно такое ну и естественно всякие все те же самые почки сожалению часто врачи дают очень плохие советы то есть тюрьника пишет что мои собачки не работают задние ламки а докторе пишет что это наверно вас конечности или наверно вас почки больные вот поэтому это очень плохо дальше в этом письмо тоже не прислали буквально два дня назад 11 ноября четырнадцатого года что обычная система почему я очень хочу чтобы этот доклад вообще вас здесь довольно бесеча если вы все развеетесь и будете об этом говорить то возможно для через 100 у нас будет также которые вами в америке вот может быть раньше и оптимист может быть и через 50 вот поэтому то есть такие письма будут нулевые то есть не будет что у нас такса 9 лет два года назад оказали задние лапки и лечили почки защемление нервов позвоночники у нее потому что было делали капельницы задние лапки пошли потом опять отказали вот и все потом опять лечили белонеприт уколами вот по результата почему-то не произошло вот поэтому что же нам делать правильно доктор что это вот на это болезнистого было первого типа с 5 степени дефицита нейрологического региона операции уже поздно потому что пальчик уже творится ваш уже надо было раньше его лечить вот и все поэтому чтобы такого не было чтобы не было таких странных очень генеративных электрофических изменений дисков да не было вот таких совершенно бессмысленных удалите как ведь уже другое заключение нет остеохондроза никакого да то есть соответственно вот вызывайте болезнь своими именами используйте то что не существует а проблема нашей ветеринарии и в том что мы не представим даже диагнозы о том что мы к ней существующим диагнозом придумывать не существующие лекарственных препаратов травмир дискусс цель как вы видите мельгама афуток и так далее и тому подобное он правильно сказал может собственно говоря хондропротектор разрушить диалиновый хрящ это только вот вы видите что у нее реакция они понимали как это может быть я тоже не понимаю как может я не на хрящ разрушаться в хондропротекторами как вот я не до сих пор пишет над этой идеей кому же пришла этой мысль хондропротекторами разрушать диалиновый хрящ это непонятно то есть вообще непонятно как такое может быть вот поэтому называйте правильно хотя бы так как называют наши иностранные коллеги либо называть по существу болезнь пока нет не приняли какую-то классификацию когда примут классификацию будет проще называйте по фотогенезу вот что бывает бывает болезнь дисков связано с дегенерацией клещевой есть клещевая дегенерация это болезнь первого типа она включает себя протрузию экструзию контузию болезнь дисков дальше идет болезнь дисков у крупных собак это связано с фиброзным пальцом с его на дегенерации и дальше тип 3 это разрыв нормального фиброзного пальца вот собственно говоря это те болезни которые бывают а то что касается именно экструзии она тоже подразделяется на несколько видов но вещество может сместиться в одном месте в 3 может вызвать только компрессию одного корешка и вызывать только боль то есть сама экструзии еще подразделяется на несколько вариантов я вам показывал что вещество распределяется в двух там тел справа слева сверху спинного воздуха как угодно но но очень важным моментом является то что причиной болезни хрящевая метаблазия дороге это фиброзная метаблазия дегенерация по сути дела и третье это нормальный диск нормально все просто травма данные которые получил это в интере это который я с ним поговорил на когда был ее в криптовом сейчас 2014 году вот у меня собственно говоря читал лекцию болезни диска тоже вот и он собственно говоря придерживается этой точки зрения и вот таким вот образом есть у вас какие-то вопросы или нет какой вопрос скажите пожалуйста проведение нам нужно удалить из телемозгового канала комбломерат который до завал за вот место у нас будет достаточно ограниченный мозг без того пережатый и химизирован чувствуют ли какие-то медикаментозные или же технические возможности уменьшить нейтрогенные воздействия при технических манипуляциях с того и стоит из тех данных которые у меня сейчас есть во первых надо делать быстро чем быстрее ты это сделаешь это первый вариант второй вариант это второй вариант бельгина то есть но время реально время то что касается головного мозга например полчаса можно договорятся когда вы все хорошо если вы уже больше будет плохо поэтому чем меньше по времени тем лучше поэтому надо и дальше без раствора информация которая у меня есть любого статей то что мой личный опыт а это влияет время так как вы там и возите как вы не сосете сам спинный мозг то есть ваши действия во время операции вот и скорость время из раствора вот все ну и вот слава речь и там у преднизолония собственно говоря подарю счета травме травма будет уже точно то возможно есть смысл его использовать данные противоречимы то что касается более того типа это вот мы сейчас я два закупили пытаемся быстрее удалять вещество при болезни диска 2 типа то есть вот это вещество которое выпадает то есть выпячивается фипронное кольцо до измененная вот на сегодняшний день на свет вытащите пожалуйста то есть мы сейчас для ускорения удаляем с помощью больного лазера взяли больного коза в общем-то таким вот образом скорость операции становится быстрее то есть сделали в ней и меломентами то есть мы видим спинный мозг мы видим где это вещество да и вещество удаляем либо фрезой каком-то мире можно удалить лазером это три диска за час удалось прооперировать то есть при дабы таме это очень быстро при болезни диска 1 типа мы это делаем а потом веществом это удаляем кусачками то есть вот таким вот образом можно ускорить операцию техническими методами но вот я сейчас это дело с помощью лада начал делать хорошее вреза хороший борт ну вот так что мы период где-то минутам 20 если не болтать то можно из-за 11 можно пробирать мой ремонт одно введение параба фола весел салфт-бейстом но при не проповала вот пекинес вот вот я делаю проповала как хочешь вот ну часть там и делаем операции медленно потому что нам позволяет анестезиологи потому что хочется поболтает вместо того чтобы оперировать да то есть на эту операцию можно сделать вот пирогов делал драма чего писками начало пузыря за четыре минуты ну вот вы подумайте насколько мы плохо сейчас оперировал относительно пирогов на соответственно болезнь диска пироги по можно удалить за три минуты у нас пирогов удалял камень измочил пузыря за четыре человека но соответственно вот вам ориентир три минуты пациентном соотношении проблемы с позвоночным столбом которого сейчас озвучивали бывает очень часто пушки пациента не знаю по среднем мы оперируем где-то одну-две собаки куда-то делаем коктоктомию вот именно берем в месяц где-то так вот но если день у нас бывает до 7 такс то с опухоли опухоли реже гораздо то есть мы считаем такс не считаю если могут позади я если уверен что я удалил все вещество лично я не содержу клетки но может быть он говорит что обычно содержать но если я уверен что я удалил все вещество выпадать больше нечего вот если ну что я решил проблему вещество новой дизайн и откуда не появится но реабилитация естественно там плавать и продали там подобное естественно необходимо проводить